Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале MS Greenhouse, и сегодня мы с вами поговорим об удивительной маленькой миниатюрной орхидее вандовой трибы Туберолабиум катоэнс. Данный вид был открыт и описан в 1924 году японским ученым Ямамото, который, собственно, и выделил представителей трибы Туберолабиум, а это около 17 видов, в отдельный род. Систематически Туберолабиум катоэнс относится к отделу Магнолиофита, классу Лилиопсида, порядку Орхидалис, семейству Орхидацея, триби Ванде, под триби Эридине, роду Туберолабиум. Синонимами данного названия являются Сакколабиум катоэнс или Туберолабиум Куизембинги. На данный момент официально признанных варитетов нет. Давайте перейдем к биологическому описанию этого растения. По типу роста это моноподиальный эпифит миниатюрных размеров, корневая система обычно развита хорошо, корни достаточно толстые, длинные, покрыты гладким слоем виламена. Стебель невысокий, достигает 10-15 см в высоту. Листья в количестве от 2 до 7, двурядные, удлиненно-овальной формы, светло-зеленые, плотные, гибкие, в длину достигают до 10-12 см, редко более сантиметров, в ширину до 5 см. Цветоносы появляются из пазух листьев, наклонные, простые, не ветвятся, достигают 15-20 см в длину, несут до нескольких десятков одновременно раскрытых ароматных цветков. Цветы мелкие, в диаметре достигают 1-2 см, асимметричной звездчатой формы, ароматные, окраска цветков белая, иногда с желтоватым оттенком. На боковых лепестках возможно наличие розоватых параллельных размытых полосок, губа некрупная, белая с малиново-розовыми пятнами, колонка белая. Родиной растения является Индия, Юго-Восточная Азия, Север Австралии и острова Тихоокеанского архипелага. В естественных условиях произрастает эпифитна на стволах деревьев в горных районах. В культуре растения относится к теплому температурному режиму. Оптимальными дневными температурами будет интервал от 25 до 33 градусов по Цельсию, ночные температуры от 18 до 22 градусов по Цельсию. Обязателен суточный перепад температур минимум в 5 градусов. Освещение. Предпочтителен яркий рассеянный свет. В осенне-зимний период обязательно мощная искусственная досветка. Продолжительность светового дня не менее 12 часов. Влажность воздуха должна быть высокой, от 60% и выше. Важна при этом хорошая аэрация и постоянное движение воздуха. Посадка. На блок с подложкой из мха сфагнума, либо в горшок или деревянную речную корзинку. Мое растение посажено в такой импровизированный стаканчик из коры пробкового дуба. В качестве субстрата используется средняя фракция сосновой коры, кусочки до 1 см, с добавлением небольшого количества мха сфагнума в качестве верхового слоя. Полив должен быть обильным, с небольшими просушками, в среднем 2 раза в неделю в летний период и 1 раз в неделю в осенне-зимнее время. Удобрение. В активный период роста раствор удобрения вносится с каждым вторым поливом, а в период покоя, который наступает сразу после цветения, подкормки прекращают. Пересадка производится раз в 2-3 года по мере разложения субстрата или разрастания самого растения. Период покоя. Имеется. В домашней культуре бывает достаточно 4-5 недель после цветения. В это время прекращается внесение удобрений. Температуры в идеале понижаются до 18-20 градусов по Цельсию, но не менее 16 градусов. Влажность также можно понизить до 50-60%, но не ниже 40%. Освещение остается на прежнем уровне. Вот, пожалуй, и все, что я хотела сегодня вам рассказать о Туберолабиум Катоэнс. Спасибо за внимание. До встречи на канале!